Ребят, вы не поверите, я сегодня новость узнал, только Соболев перешел из Спартака в Зенит. Ну что, много хитов сейчас в интернете по этому поводу. Что сказать с дивана мои комментарии, я как кинокритик. А ничего я не могу сказать плохого в адрес Александра. Молодец! Надеюсь, успех будет у него на новом месте. В Спартаке, проанализировав его статистику, если верить данным из Википедии, за Спартак он провел 5 сезонов, да, с небольшим плюс-минус, но забивал он 43 гола где-то мяча. Так вот, если разделить 43 мяча на 5 сезонов, это в среднем Александр забивал где-то 8-9 за сезон. Для Спартака это недостаточно. Им, походу, нужен нападщик, который будет всю команду тащить на себе, забивая мячей по 20 за сезон. И, быть может, только тогда Спартак, возможно, войдет хотя бы в тройку. А так 8-9 мячей ничего не решают в нынешних реалиях. А в Зените достаточно, если Соболев забьет хотя бы 2 или 3 или 4 за сезон, это уже будет плюсик для самого Зенита упрощить свои позиции в лидерах. Поэтому Александру, мне кажется, даже оно и к лучшему, что он перешел в Зенит. Если он будет на лавке, выпустили, молодец, не выпустили. Ну и ладно, есть у кого у Зенита забивать, кто в основу вышел тут. Команда укомплектована у Зенита по всем пунктам, по всем позициям. А в Спартаке не так. Спартаку уже пятый сезон, все меняется, все что-то покупают. Я вам посоветую головой уже, думаю, Спартаку не покупать всякий сброд, всякий второсорт с Европы, а уже прокачивать в нападении свою молодежку. Я все-таки топлю за Милешина, а свой амбициозный молодой парень, Спартаковец с детства. Давайте прокачивать хотя бы его, как основного нападающего. А, конечно, не выпускать минут на 10 и надеяться на чудо, забьет, не забьет. А уже ставить его в основной состав полноценным нападающим. Ну вот, вот такие мои комментарии с дивана. Я вообще недоволен игрой Спартака. Вот после Зенита, как они 0-0 сыграли, все прям говорили, «О, Спартак, какой уровень показал в игре!» А я недоволен этим уровнем, потому что легендарный Спартак, играя в большинстве полчаса, недопустимо для такого Спартака легендарного играть 0-0. В 90-х, в нулевых, так Спартак не играл, убого. А что они вытворяли в Кубке России? Вы посмотрите, две игры выиграли, 6 очков набрали, а третью игру с каким-то Махачкалинским, Динамо, извините, конечно, Динамо, Ну так и сыграть, 0-1 проиграли, ну это ни в какие ворота, ребята, ну, блин, легендарный Спартак так не должен играть, при всем уважении к Динамо. Раньше Спартак бился за честь, за своим сердцем, всем сердцем играл, а сейчас, ну, проиграли, и ладно, следующий матч может выиграем. Такая чехарда меня не устраивает. Ну вот такие комментарии, всем пока. Александр, тебе удачи. В Зените я сегодня специально одел синюю футболку, олицетворяя, что это Зенит, ну и красный шарфик, что это Спартак, как бы. Ну все, вот такие комментарии с дивана. Против ничего по Александру не имею. А у Спартаку уже надо командную игру наигрывать уже. Ну что это за команда, а? Это разве легендарный Спартак? Кошмар. А кстати, раз ты на то пошла, что это, может этот Зюбу вернем в Спартак? Тогда хита еще больше будет. Я в принципе не против. Даешь возвращение Зюбе. Спартак, Московский. Вот это будет разное.